Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу кампанию по возвращению в родную Говень или по максимальному затруднению жизни Путина Люба во всех мастей с блеклой копией Евы Браун, экспортсменки Алины Кабаевой. По подтвержденной уже информации прячется от накрывшего сейчас Россию звездеца она в Швейцарии вместе со своим выводком. Я инициирую петицию, первоначальной целью которой будет поднять информационный резонанс и шумиху, на волне которой уже принудить швейцарский антикоррупционную миграционную службу обратить внимание и подробно исследовать факт получения гражданства и финансовую частоту имеющейся там у нее недвижимости. Я сейчас вам зачту текст петиции, он несколько формализован и адаптирован к публике, что прошу учесть. Мы граждане трех стран России, Беларуси и страдающей сейчас Украины обращаемся к властям Швейцарии с просьбой следующего плана. Широкому кругу общественности стало известно, что одиозная фигура российско-политической и медийной сферы, бывшая спортсменка Алина Кабаева, которая является фавориткой сумасшедшего диктатора и военного преступника Путина, который в эти дни вероломно напал на Украину, укрывается от последствий введенных в отношении РФ санкций в вашей стране. А ведь она, будучи в фаворе общественной деятельности в России и приучая граждан России к реальности санкций после 2014 года, лично говорила, чем нам хуже, тем нам лучше. Почему же сейчас, учитывая такой объем санкций, которые по ее словам делают ей в числе всех остальных граждан России лучше, она предпочла скрыться в прекрасной Швейцарии и не оставаться со своим народом? Ваша страна впервые в современной истории нарушила свой нейтралитет, чего не делала даже в отношении гитлеровской Германии XX века и присоединилась к санкциям против Путина и его окружения. И сейчас в границах вашего государства укрывается его фаворитка с детьми. Мы хотим напомнить вам, что Алина Кабаева не просто женщина, которая запятнала себя связью с российским диктатором, но и преступница против человечности. В частности, она была в числе инициаторов законопроекта, получившего в России название «Закон подлецов» или «Закон Димы Яковлева». Эта стыдная инициатива отняла возможностью тысяч российских детей-сирот быть усыновленными за границей. В результате многие уже на тот момент открытые запросы на усыновление тяжелобальных детей были аннулированы, а претенденты на получение квалифицированной медицинской помощи попросту умирали. Алина Кабаева, будучи депутатом Государственной Думы, послушно одобряла любые антиконституционные инициативы президента Путина, которые впоследствии стали почти что геноцидными в отношении внутреннего населения России. Просим вас рассмотреть очень внимательно факт получения ею гражданства вашей страны, проверить эту персону на подсанкционность, как человека, который возглавляет медиахолдинг пропагандистских СМИ, и принять решение о допустимости нахождения и дальше в границах вашей страны этого человека. Также мы просим проверить чистоту средств, на которые была приобретена недвижимость в Швейцарии, которой пользуется эта персона. Мы будем всячески добиваться справедливости, и если на пути к этому откроется факт коррупции отдельных политических функционеров Швейцарии, которая позволила Алине Кабаевой получить гражданство в обходы всех процедур, то мы будем добиваться максимальной огласки такого факта. Будьте принципиальны в деле сегодняшнего преступления против человечности всех бенефициаров путинского режима. Воссоедините Еву Браун со своим фюрером. Я прошу максимально распространить нашу инициативу, привлечь друзей и родственников к тому, чтобы оставить свою подпись. Это безопасно и анонимно. И прошу обратить внимание, что запрашиваемые платформы средства на продвижение петиции не являются моей инициативой. Это опция самофинансирования платформы. Она совершенно не обязательна. Имейте это в виду. Кроме того, сегодня вечером мы совершим чин псалмокатары и будем совершать его каждую последующую неделю ввиду специфики ситуации, связанной с руководством России. Кроме ублюдка Путина его родных, список будет состоять из более чем ста мерзавцев, его олигархов, преступного политического истеблишмента, руководства этой недостраны, ее пропагандистов и прочих. О предмете вы сможете узнать из ролика по подсказке. Смерть Путину, смерть расистам и слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова